Говорят, что кофе не самый полезный напиток для тех, кто работает голосом, вокалистом и диктором. Нужно быть с ним поосторожнее. Ну подожди, подожди, это все догадки. Не многие знают вообще, как устроен голос и что ему полезно. А уж тем более управлять этим инструментом умеют и вовсе единицы. Ну а сегодня у нас есть прекрасная возможность восполнить пробелы в этих знаниях и навыках. У нас в гостях музыкант-певец, педагог, научный исследователь вокала, президент Ассоциации Центра Стюдии Эстил, Алехандро Саварин Мартинес и сертифицированный мастер-учитель Анастасия Егорова. Она будет помогать нам в качестве переводчика. Говорить будем об инновационной системе тренировки голоса, EVT. Доброе утро. Доброе утро. Чао. Чао. Расскажите вкратце, что это такое за метод, что за система. Что система EVT? Потрясите, рассказывайте. В двух словах. В двух словах очень сложно. В двух словах это очень сложно. В трех. В трех. Представьте, что вы научились движениям руки. Да, конечно. Можете двигать пальцами. Но если вы хотите улучшить каждое движение отдельного пальца, то вы можете тренировать отдельно, каждый палец. А потом пользоваться всеми пальцами вместе. Что делает тело, делает все движения в общем. Но вы можете натренировать каждое движение по отдельности. С голосом тоже самое. И с голосом тоже есть. И с голосом тоже есть. И с голосом тоже есть. Абсолютно. Ну вот, предположим, Кристина хотела бы улучшить качество своего голоса, научиться им управлять. С чего она начнет, что с ней, со мной тоже можно... Прямо сейчас готова. Прямо. 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 Я слышу ваши голоса и мне они уже кажутся очень красивыми. Уже какие они есть. Но есть такие вещи, которые вы можете сделать. Если вы, например, хотите изменить тембр голоса. Если вы положите сюда палец, где вы чувствуете этот выступ. То есть вы чувствуете, ну, шишечку там, локадыки. Попробуйте сделать движение глотательное. А если вы опустите вниз. И попробуйте поговорить. Какой звук? Какой звук будет? Ну, это, да, какой-то низкий звук ниже. Звук опустить вниз? Нет, нет. Да? Нет, нет, опустить вниз. И шишечку. Шишечку, да. Массетула, лащи, андаре, у попису. Да, да. А если вы попробуете поднять вверх, то звук будет казаться, как будто он более высокий. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, как будто гелевый шарик. Раз, два, три. Раз, два, три. Получается, да? Мы, например, можем из вас сопрано сделать, если хотите. То есть, если тренироваться, мы, ну, вот такими упражнениями хотя бы, да? Да, это одно из упражнений. Это только маленькое. Или это такой эксперимент небольшой. Нет, это одно из упражнений. Дичеке, куэста е уно, соло, уно, десерчицы. Си, соно тридечи. Потому что всего тринадцать упражнений. Тринадцать упражнений. Пратикаменте, Джоэстил, наша маэстра. Джоэстил, наша учитель. Она была исследователем, который проводил исследования. И она вскоперто все эти движения. Она размещала маленькую камеру, вводила через нос, и узнала все движения, которые может совершать голосовой аппарат. То есть она наблюдала, что там происходит со связками. Например, вы слышали наверняка, что иногда люди разговаривают, и кажется, как будто им сложно. То есть они прямо что-то мешают. Что-то мешает, да, да, да. Хорошо, 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 хорошо. И вы можете, например, контролировать движение противоположное. То есть это еще и терапевтическое какое-то воздействие, да, получается, лечебное. Джоэстил, это тоже эффект терапии. Да, это, особенно, это усердие. Главным образом вот это упражнение, последнее. Да, да. Еще раз, можно повторить? А, потом повторю, разговариваю. Да. Ты дай этот трюк, как его найти. Я говорю, сейчас вам скажу трюк, как можно быстро найти. Но не рассказать. Но больше не рассказывайте никому. Мы никому не расскажем. А можно? Да, да, ну давайте, давайте. Только для нас. Где вы слышите, что это больше рюкзида? Где вы слышите наибольшее напряжение? Попробуй, попробуй рыдать немного. Попробуй посмеяться. Нет, но уже свободно посмеяться. Ага. Вот как Кристина. Это надо тренироваться. Получается. Деви, вы должны по-настоящему насметь. Смотрите, какой-нибудь анекдот посмитесь. Хе-хе-хе-хе. Себе лариса, да. Ну смотрите, наверное, больше всего... Хороший пьяный смех. Да, спасибо. Больше всего это будет полезно певцам. Но вот смотрите, я вообще не умею петь. Не поюще чего-нибудь. Вообще, с нуля, я смогу научиться петь. Или все-таки база нужна. Это очень полезно для танцев, но я, по-настоящему, просто танцевать не надо. Первоначальные навыки нужны какие-то, нет? Я, после научиться танцевать, не надо. Это очень важно для каких-то базов. Но нет, этот метод, это метод для тренировки голоса, который нужен как для того, чтобы петь, так и для того, чтобы говорить. Например, расскажу еще один секрет. В Лондоне, например, в королевской семье, учат заканчивать фразы слов вот на этом звуке. И будет звучать так. Доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Александра привез этот метод нам, и теперь у тюменцев будет такая возможность, да? Вы также должны использовать этот метод, и в Тюмени, и в тайных местах, которые могут быть также ученными, которые могут их ученными? Дело в том, что он приезжает, смысл, он приезжает в какую-то страну, преподает метод, может сдает даже титул, т.е. сертификаты. и где-то за два года даже могут появиться профессионалы уже здесь, в Тюмени. Мы хотим быть такими профессионалами. Спасибо вам большое. Очень рады были с вами познакомиться. Будем ждать, когда эта школа здесь заработает. Спасибо большое за секреты. Не рассказать никому. Спасибо огромное. Спасибо.